Привет! Вы на канале компании, у которой десятки тысяч качественных БУ-запчастей. Правильно, это компания «АвтоСтронг-М». Звоните нам, пишите, заходите на наш сайт, заказывайте у нас отличные запчасти с быстрой доставочкой. Не забываем, что у нас очень много оптики. А сейчас встречаем 2,2 Di от Nissan. Дизельный двигатель объемом 2,2 литра от Nissan и его старший брат объемом 2,5 литра дебютировали в 1998 году. Эти двигатели были спроектированы под непосредственный впрыск топлива, за который отвечал насос Bosch VP44. В 2001 году моторы перешли на Common Rail от Denso. В двигателях 2,2 литра по четыре клапана на цилиндр. В их приводе отсутствуют гидрокомпенсаторы. В ГРМ две двурядные цепи, а с другой стороны еще одна цепь приводит в вакуумный насос. У этих моторов есть как турбированные версии, так и атмосферные. Если турбированные, то турбины устанавливались с перепускным клапаном либо же с управляемой геометрией. Данный двигатель устанавливался на чисто европейские Almera, Almeratino, Primera и X-Trail и на японские праворульные Pulsar Expert, Sunny и Wingroad. Сейчас мы будем разбирать двигатель YD22DDT с Nissan Almera N16 2002 года. Двигатель получился надежным и выносливым. Как часто бывает, поломки у него случаются от возраста и от плохого обслуживания. От плохого обслуживания мы можем получить очень дорогие механические поломки. И тогда двигатель надо будет менять на контрактный. А вы знаете, где найти хороший контрактный мотор? Правильно, в «АвтоСтронг». Кратковременные и периодические провалы в мощности и тяге могут быть вызваны выходом из строя датчиком массового расхода воздуха, а также электровакуумного клапана контроля наддува. В этом случае поможет диагностика либо же подкидывание исправных запчастей. Черный дым из выхлопной трубы получается из-за слишком богатой смеси, а богатая смесь получается из-за ослабших хомутов впускного тракта, а также из-за клапана EGR, который пропускает слишком много отработавших газов в цилиндры. Одна из причин плохого запуска двигателя может быть в завоздушивании топливной системы. Причиной тому может быть неисправность насоса подкачки. Для минимального контроля за воздушивание системы надо ставить прозрачные трубочки до насоса подкачки и после насоса подкачки. Еще одной причиной того, что двигатель 2.2DI не заводится, может быть подуставший стартер, который просто плохо крутит. Ну а если двигатель совсем не заводится, то причиной может быть реле управления двигателем, который находится в салоне за бардачком. Ну а вообще двигатель скорее всего не заводится из-за неполадок ТНВД. Загрязненный либо неисправный датчик массового расхода воздуха может быть причиной того, что двигатель 2.2DI есть слишком много топлива. Обычно помогает прочистка специальным средством. На двигателях Nissan мощностью до 115 лошадиных сил устанавливаются турбины с перепускным клапаном производителей Garrett и IHI. Кстати, вот IHI, которая ставится на X-Trail и у нее водяное охлаждение. А на более мощных версиях устанавливается турбина Garrett с управляемой геометрией и геометрия управляется электровакуумным клапаном. А вот в менее мощных версиях двигателя турбины управляются сами собой, то есть давлением, которое формируется в улитке компрессора. Проблемы в данной турбине могут быть связаны с электровакуумным клапаном. А вообще турбины надежные, потому что при относительно большом объеме они дают относительно маленький наддув. На нашем моторе турбин не оказалось. И вы помните, что у «АвтоСтронг» есть практически все. С нашего склада мы достали две турбины, которые устанавливались на данные моторы. Они у нас в отличном состоянии, без люфтов и ждут вас в «АвтоСтронг-М». Как мы и говорили, на ранних версиях двигателя Nissan 2.2DI устанавливался топливный насос Bosch VP44. На данном двигателе его не оказалось. К сожалению, в «АвтоСтронг-М» на данный момент нету ТНВД VP44 с Nissan. Но этот ТНВД устанавливался на 550 автомобилей. Поэтому мы взяли ТНВД Bosch VP44 с Ford Transit. Насос довольно хлопотный и дорогой в ремонте. С ним случаются разнообразные проблемы как по электрике, так и по механике. Сейчас подробно расскажем. Блок управления стоит прямо на насосе. Помимо недолговечной платы, он еще знаменит и транзистором, который управляет клапаном подачи топлива. Транзистор перегорает из-за недостаточного охлаждения на фоне подсоса воздуха и плохой прокачки топливной системы после замены топливного фильтра, либо же из-за того, что мотор заглох, когда топлива не было. В общем, так как транзистор охлаждается топливом, то при недостатке охлаждения он быстро сгорает. Говорят, что ЭБУ на насосах именно на двигателях Nissan более долговечные, чем на других насосах VP44. Проблемы еще создает и автомат опережения впрыска. Автомат управляется отдельным клапаном и реализует свою функцию при помощи поршня. При длительной эксплуатации поршня начинает подклинивать и начинается нарушение регулирования опережения впрыска. И после этого двигатель начинает работать с тарахтением и вот таким тракторным дизелением. Управляющий автоматом клапан также может выйти, но уже сам по себе. И, соответственно, мы получим те же симптомы. Специалисты по двигателям YD22 и YD25 советуют добавлять подкачивающий насос, потому что внутренний подкачивающий насос они считают слабеньким. Также советуют вставить фильтр более тонкой очистки до 10 микрон. Также считают, что VP44 проработает дольше, если будет работать на солярке с добавлением в нее двухтактного масла из расчета 0,5 литров на полный бак. Также для продления жизни VP44 нужно следить за клеммой массы на двигателе. Также нужно следить за шлейфом проводов, которые идут к ТНВД и не допускать его перетирания. Ну что, сейчас придет Андрей, который держит ключ бодрее, и мы начнем нашу разборочку. Продолжение следует... Клапан YG-R очень часто забивается сажей, подклинивает и зависает в открытом положении. Из-за этого в цилиндре попадает очень много инертных газов и остается мало воздуха, и после этого двигатель начинает глохнуть. Клапан YG-R на двигателе 2.2 DI очень легко заглушить. Просто ставится глухая пластина на фланце трубки отбора отработавших газов. Кстати, в данном случае у нас клапан в отличном состоянии. И заметим, что на всех версиях праворульных Nissan стоят в впускном коллекторе вихревые заслонки. На европейцах их нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, встречаемся. Массивные двухрядные цепи на моторе 2.2 DI. На растяжение цепей указывает неровный холостой ход двигателя. Более точно определить растяжение цепей можно по осциллограммам датчиков положения распредвалов и коленвалов. Будет несоответствие сигналов. Практика показывает, что проблемы с холостым ходом уже начинаются при растяжении цепей на несколько миллиметров. Бывает, что одна цепь ГРМ обрывается, размолачивает крышку ГРМ и тогда поршни и клапаны встречаются. Гидронатяжитель очень не любит смены вязкости в масле. После этого его начинает подклинивать и цепь провисает. После этого она начинает греметь и может перескочить. Цепи надо менять при пробеге в 200 тысяч километров. Как минимум при таком пробеге их надо прослушать. Если менять цепи, то цепи надо менять с гидронатяжителями, которые засоряются и тогда начинают подклинивать. Форсунки ходят неплохо, но при износе могут издавать металлический цокот. Также двигатель при износе форсунок вибрирует на холостых оборотах. Засоренный и льющий распылитель может стать причиной гибели мотора. Дело в том, что когда у форсунки плохой распыл солярки, то солярка попадает на донышки поршней. Поршень не выдерживает таких температурных перегрузок и может лопнуть. Нередко за контрактным мотором приходят именно после такой проблемы, когда поршень оплавился, либо треснул и задрал зеркало цилиндра. Цепь вакуумного насоса тоже требует к себе внимания. Она может звенеть, растягиваться и стачивать свои звезды. Иногда так случается, что башмак цепи стачивается и цепь провисает. И об этом говорит сильный металлический скрежет. Нередко приходится менять не только цепь вакуумного насоса, но и ее натяжитель и также саму звезду. Также причиной скрипа может быть изношенный подшипник вакуумного насоса. Раз предвалы у нас в отличном состоянии, стоит заметить, что здесь нет гидрокомпенсаторов, а тепловые зазоры регулируются подбором шайб нужной толщины. В первую очередь проседают выпускные клапана. Их зазоры уменьшаются, они перестают плотно прилегать к седлам и тогда двигатель теряет компрессию. Также из-за некорректных тепловых зазоров двигатель работает с характерным цокотом, но при прогреве этот цокот исчезает. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok В данном случае даже сказать нечего. ГБЦ у нас в отличном состоянии и в принципе с ней ничего не случается. В цилиндрах у нас все замечательно. Хон как с завода и никаких намеков на задиры. Добавил субтитры делал DimaTorzok 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 Ну вот прямо на этом моторе все красиво. Коленвал у нас без замечаний. Ну и до кучи у нас просто отличные поршни. Все кольца не залегли, не закоксованы. По вкладышам тоже вопросов нет. И смотрятся они просто отлично. Сегодня мы разобрали для вас действительно товарный мотор. Вся эта красота ждет после разборки вас в «АвтоСтронг-М». У нас на складе очень много моторов в таком состоянии. Разборка закончена и сегодня мы разобрали очень интересный и надежный мотор без каких-либо врожденных недостатков. Если ты хочешь знать о моторах все, обязательно подпишись на наш канал, заходи в наши соцсети, заходи на наш сайт. Покупай у нас только отличные запчасти и помни, что с тобой всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok